Майорка Майорка нас встречает несоблюдением морских предписаний из карты и легким вертирочком в морду 7 лунов Видишь, яхта едет. Там заповедник, куда даже вход запрещен Здесь не едем мы, тоже заповедник Здесь вход разрешен, но рыбалка запрещена Я как добропорядочный гражданин законопослушный вспотал удочку Так, кстати, здесь ничего и не поймается, глубины маленькие Но мелких рыбаков здесь прям куча Вот они стоят, все рыбалят На моторных лодках Видимо, эти предписания касаются промышленной ловли Но вход заповедник Что-то здесь не чисто Нам пришлось делать небольшую крюку, чтобы обойти кружок А там вот разъезжают короли мира на богатых моторках Вот смотри, это мой нью-йоник стандартный, обычный Я раскрасил здесь себе давным-давно зоны, где можно бросать якорь На оранжевую это слишком глубоко, фиолетовая самая кайфовая, красная как бы можно, но маловато А это приложение Дония Оно показывает области, которые заросли травой по сей Донии Они зеленые То есть участки воды без этой травы, без зеленых пятен Вроде как доступны для якоринга Но, конечно, надо смотреть глазами Я его только сегодня на днях скачал и пробую Вообще, судя по всему, приложение не бьется с аэрофотоснимками И под нами действительно черным-черно Первая особенность, которая бросается в глаза сразу на Майорке Это невероятно огромное количество немецких флагов Все вот эти парусные лодки, которые прошли, они все, все, все немецкие Казалось бы, должны быть испанские Но испанские, а пока вижу только одну Вот идет с нами Все остальные пока были немецкие Это очень странно Последние 3,5 мили до заправки ветерок совсем уж ходили Это нам на руку Потому что мы не знаем точно, достоверно, сколько у нас топлива Может быть, его вообще нет Подъезжаем к заправке Смотрите, какая красивая вода Вот это самое Посейдоний, которую они берегут Там темные пятна Пляж Несколько километров песчаный Оживленный тут прозрак Глубина 7 метров И видно дно Ну что, теперь будем здороваться не Мираба, а Буэнос Буэнос или Ола Хорошая новость это то, что заправка работает Плохая то, что там уже одна лодка стоит, и этот Я думаю, тоже туда без очереди залезть Как бы быстрее нас приехало, значит А почему ты столько материшься? Потому что они тут А как ты собрался это выпускать в свет? Я сделаю запикивание Прошу извинить моего амигоса Это что-то он после перехода отберел Вода класс Я ныряю Я даже перехотела спать Я думаю, что я сейчас Когда мы встанем на якорь, скупнусь Я люблю такие пляжи. Густе населенные Это класс Я люблю такие пляжи Я люблю такие пляжи, пустыне населенные Я не знаю, очень мелко Страшно даже У меня самой страшное Потому что я вижу дно Ты проверил глубину там? Там, как под глубиной Мы там не можем пройти А-а Понятно Просто у нас перед носом Два какие-то дали на наше место Просто без очереди Выходи откуда-то отсюда и залезли Ну вот, пожалуйста, уроки испанского на практике уже начались. На заправке не разговаривают по-английски. И вот сейчас мы переводили, как будет по-испански, 100. И он диктовал каждую десятку, когда понял, что мы... И он отсчитывал на 80-90. Короче, прикольно. Красивый язык. Спать охота. И купаться. И вкусно есть что-нибудь местное. Короче, заправились на 100 евро. На 100 евро, только я не вижу, цена какая. 1,8 евро. Испанский учить обязательно. Дядечка нифига не говорит по-английски. Знает только лишь пару слов. Только они маленькие, здесь Маринка, кстати. Мы попробуем здесь недалеко прям якори бросить. Холодная? Смотри, вокруг нас сколько плавают маленьких сорганчиков. Коты какую-то еду в окошко кидает с камбуза. И они вот приходят полакомиться. А вот на кого-то поймать тут. О, едят как миленькие картофель начинки. Да давно это досмеялись, что я на морковку рыбачила. А я в рыбалке-то узнаю. Неожиданно, но ночь у нас палил дождик. Мы собирались выйти на Ибицу в 5 утра, но я проспал, будильник не услышал. И поэтому мы сегодня отправляемся все-таки в суточный переход в Валенсию. Ветра нифига не обещают. И он будет, этот переход, моторным. И, надеюсь, финально в нашем путешествии из Турции в Грецию. Майорка – это какой-то рыбацкий рай. Все-все вот эти латчонки всяких разных мастей – это все рыбаки. Они оккупировали тут мелководье. Хотя мы находимся на территории заповедника в Торюще. Видимо, рыба здесь не заповедна. Нет даже легкой надежды на дуновение. Приходится жариться на солнце и сжечь тисли. Неужели мы за 100 евро поедем в Валенсию? Которую вчера потратили на дизелюбу. Жалко. И возвращаясь к сардинскому вопросу о башнях-нурагах. На Болеарских островах они тоже есть. Ночью нифига не видно было этих медуз. Поэтому сейчас я покажу тебе, как они выглядят среди бела дня. Видишь, отсутствует. Это наш кормовой леер. Там под ним немного ржавый трос. Местами, где изоляция потрескалась, ржавчина выходит наружу. Это некрасиво. А если, не дай бог, сюда повешать сушиться белье, то оно замарается. Короче, надо снять эту старую дурацкую изоляцию, почистить трос, и все будет красивенько. Трос еще хороший, весь всякий зазубрин. Зачем еще заняться, когда ветер внутри узла в атомном переходе? Надо какими-то такими вот мелочами, до которых руки никогда не доходят. Скучными рутинными заниматься. Открыляем. Вещь. Одна из моих любимейших покупок, любимейший мой инструмент. На яхте даже здесь он мне помог. Некоторые отрезки открылись сами, так что просто снимай и выбрасывай. А некоторым надо будет сейчас помочь. На болиарах нам начали встречаться красивейшие супер-яхты. И в какой-то момент я даже решил начать их снимать. Но вот незадача. Первая же подснятая супер-яхта стала и последней. Гораздо чаще в море встречаются грузовики-большевики, контейнеровозы в основном и танкеры. Дело ближится к закату. Так от этим временем решил приготовить шоколадный пирог. Чоколадный пирог. На тебе свет. Спасибо. Что-то мало света. Нужно больше света. Чем еще в переходе заниматься, когда он спокойный? Готовить и есть. Я хочу пирог. Это будут маффины. А, а что, один большой нельзя? Не знаю, можно. Его легче есть. И бумажки тратить не надо. Иногда в море встречаются и наши коллеги-яхтсмены, уходящие в закат куда-то по своим яхтсменским делам. В этом переходе нам повезло встретить совершенно необычайный закат. Каждый закат вообще-то уникален. И вот конкретно этот от всех других отличало то, что солнце перед тем, как потухнуть в море, сначала выплюнулось прямо из тучи. Этой ночью нам удалось наконец-то подснять вереницу спутников, которых мы встречаем ночью в море уже года три как. В прошлый раз 19 было. А в этот раз больше. Это я просто хочу показать тебе, как ночью выглядит круизный лайнер, который ты встречаешь в море И на самом деле невозможно его передать, потому что глазами мы видим в десятки раз больше огней Чем ты сейчас можешь видеть на камере И все они сливаются между собой, в том числе и ходовые огни То есть нифига не получается различить, каким бортом к тебе идет судно У него там какие-то логотипы светятся, карусели Доброе утро Может быть оно и не доброе Короче, у нас последний рывок до Валенсии 30 миль Осталось 32 Время 7-20 утра На последнее вздыхание я тут вещаю Уже в мечтах не сколько в Валенсии, сколько просто сонные, не сонные на сне, нормальные отдыхы Сон ночи А не три через три, две недели Вот в таком, я бы даже сказала, скоростном темпе Мы добрались до Валенсии Мы шли в режиме не путешествия, а в режиме перехода Три недели Три недели у нас парень Новый этап И у нас лево от мотора уже просто журшат уши Сутки практически мы его слушаем Но возможно только оставить пару раз в нем Потому что ветер гулящий Смотрите, какой гулящий Вот он Оп То есть очень нестабильно Было несколько попыток поставить парус, но Он бьет снова Тернин Цепляется за краспицем В общем, это не яхта Поэтому 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 Мы продолжаем слушать Вот этот Тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-тер-терг Все, все, пора выключать ходовые лавины Сейчас, давай до города меньше 13 миль, а интернет до сих пор не ловит, тут вам не Греция до окраски корпуса при таком ветре, да еще и с тузиком, никогда бы мы столько не пошли на одном парусе, сейчас радует полточка конечно, приближаемся. Ребята, я кажется словила второе дыхание, поэтому Феда готовит швартова марина, чтобы вставать, потому что я словила второе дыхание, а еще отходит валенсийский большевик. Какое-то конечно пока со стороны не очень уютное место, потому что марины где-то среди вот этих вот промзонок. Такое злачное место, осталось 4 мили до города, интернета еще нету, летают самолеты, нас просто щеманул большевик. Воздух свежий, дай покажу. Воздух свежий, аж палка стоит. Вообще, воздух-то какой свежайший будет здесь, в этой промзоне. Вот такой он. А-а-а, пупень. Макина такая, там еще такая же стоит, ждет разгрузки. Нет, это не испанский сериал, это не Идрики Иглесии освещают, это мы пытаемся позвонить, целую очередь на вход.